Так, всем черпе дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре фирма, которую я раньше не обзорил, да и в принципе не слышал, это фирма Necron, так, что-то у нас с фокусом, вот такой вот фонарик 150 люмен, B73 это наверное его так зовут, но я не уверен. Работает на двух мини пальчиковых батарейках, либо ААА, 3А, кстати вот только что понял, такое неудобное, как бы 3А, вечно говоришь, ААА, либо 2А, в общем, ну как-то придумали это как-то странно разработчики этого формата батареек, Вот то ли дело, батарейка D, батарейка C, а тут 2А, 3А или 4А, черти шо, но к фонарю это не относится, как вы понимаете, значит, 150 люмен, 2,5 часа, не указано правда в каком режиме, 60 люмен, лоу, то есть маленький режим, ага, ну наверное вот 8 часов на 60, Ну как-то вот, непонятно немножко, 2,5 часа рантайм, 2,5 часа светит скорее всего на максимальном режиме и в 60 люменах светит 8 часов, наверное так, 51 метр максимальная дальность, ну количество кандел, небольшое, понятно, это не дальнобойный фонарь, можно ронять и IP65, то есть дождя не боится наш фонарик. Так, 50 тысяч циклов это кнопочки, если вы в принципе будете не есть, не спать, а целые сутки клацать кнопочкой, то вы еще в старости ей будете клацать и она не сломается. Ну как бы, внешне все хорошо и качество исполнения на самом деле, ну как у именитых брендов, не хуже. Давайте я сейчас так покажу. Не вызывает отторжения, рвотных рефлексов, абсолютно все качественно. Алюминиевый корпус с анодированием, магнитная жопка, магнит хороший, несмотря на всю длину фонаря, он абсолютно адекватно висит и как бы есть не просит. Вот мы видим, да, даже так вот видите, ну хороший магнит, короче, здесь нету анодированной части, не закрытый алюминием, имеется клипса и, что немаловажно, поворотный башка. А, то есть, его можно носить и вот так вот, да, как обычный фонарь, можно сделать Г-образным, как тот же Nightcore HC30 или Skill Hunt или прочее, 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 чтобы стоял и светил, либо на кармане висел и светил и так далее. Достаточно интересное решение, как мне кажется, и очень прикольное. Значит, по режимам здесь все просто, мы включаем, он сразу идет в турбо, потом в минимальном, потом выключается. Если мы зажимаем, у нас идет строп и сос. Как бы четыре режима я здесь обнаружил. Ребят, ну, достаточно прикольный бытовой фонарик на двух мини пальчиках. Особо долго говорить, я думаю, здесь не о чем. Гладкий рефлектор у нас. Давайте им еще немножечко посветим и поймем полностью, да что к чему. Ну, вообще, очень приятно. Погнали. Итак, телепортировались мы в лесополосу. Вот тут недалеко дорога, освещенные, значит, дома, фонари, но здесь темно. Передо мной прямо находится речка, а слева беседка в 15 шагах. Сейчас вы это все увидите. Итак, включаем фонарик. Включаем фонарик. Вот это вот берег. Там начинается уже вода. В воду луч уходит, поэтому... Поэтому... Беседку уже видно плохо. Камера точнее не видит, но я вижу. Это у нас полный режим. Это минимальный. При минимальном, как вы видите, я могу видеть ближние объекты. Могу... Ну, вот... То есть, камера, вы понимаете, да, не такая светочувствительная, как глаз. Ну, крону сосны видно хорошо. То есть, я могу ненапряжно идти, светить себе под ноги, чуть-чуть по сторонам и так далее. На турбо-режиме более уже широкий засвет. Жаль, что не показывает, опять же, камера не передает этого всего. Но, в принципе, вы знаете, даже в условиях леса, не только где-то там дома, в подъезде, в принципе, мощности хватает с головой. Могу вот просветить в водичку сейчас. Видите? Кустик от меня в пяти шагах. Ну, как-то так. Вот прикольный фонарик. Опять же, его можно примагнитить. Вот сейчас он, видите, висит на... На гвозде, который вбит в деревяшку, вот. И светит прямо на меня. То есть, он очень удобно. Я могу вот стоять, допустим, да, и там что-то нарезать на столе. Вот такие вот дела. Не забываем втыкать лайки и подписываться на мой супер... Уэшмир Бупер канал. С вами был еще разок. Увидимся. Пока.